МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционный отчёт и критические замечания прозвучали на сходе жителей районного центра. Компания Аэрогео приобрела партию новых самолётов для воздушного сообщения по всему Красноярскому краю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Библиотекари всей страны отмечают свой профессиональный праздник. В Бугучанской центральной библиотеке прошёл конкурс среди хранителей книг. Здравствуйте! В эфире новости Бугучанского телевидения. В студии Александр Мажеванов. И теперь обо всём более подробно. Традиционный отчёт главы поселения прошёл в районном доме культуры. На сходе граждан глава села Александр Илиндеев рассказал о проделанной за год работе по благоустройству богучан, а также ответил на вопросы жителей. Подробности в первом сюжете. В начале схода граждан глава Бугучан Александр Илиндеев зачитал отчёт, в котором было рассказано о том, какая работа была проделана сельским советом по благоустройству села. В эту работу входят ремонты дорог и тротуаров, освещение улиц, обустройство водоотводных каналов и многое другое. За отчётный период сплошной асфальт был положен на участке по улице Ленина протяжённостью 1 километр 132 метра. На сумму 6 миллионов рублей. Финансирование было из бюджета сельского совета. По улице Короленко протяжённость асфальтового покрытия составила 310 метров. По улице 8 Марта протяжённостью 421 метр на сумму 7 миллионов 311 тысяч рублей. Это были субсидии краевого бюджета. Для уменьшения расходной части в 2015 году Багучанский соцсовет провёл мероприятие энергосбережения в обслуживании уличного освещения. Было закуплено и установлено 18 светодиодных светильников, а также заменили 20 фонарей старого образца. В целях экономии средств на оплату за электроэнергию закуплены и установлены таймеры оборудования, которые позволяют вовремя включить и отключить фонарное освещение. В рамках работы сельского совета проводилось также много праздничных и спортивных мероприятий, причём к поддержке спортивных начинаний уделяется особое внимание. Создана детская и взрослая хоккейная команда «Автомобилист». И уже в феврале на базе спортивного комплекса «Ангара» был проведён турнир по хоккее «Золотая шайба», в котором приняли участие 5 команд, в том числе из соседних населённых пунктов. После того, как отчёт был зачитан, присутствующие проголосовали за принятие отчёта. Большинством голосов работу главы Багучанского сельсовета признали удовлетворительной. Далее прозвучали вопросы граждан. Одна из наболевших тем – это бродячие собаки. По поводу бездомных собак, которые разгуливают, и которые одна из собак бросилась на её ребёнка. Теперь эти две собаки до сих пор там проживают, как бы, и, соответственно, портят им жизнь. Потому что они ночуют, говорят, под окнами, и как бы вот такое дело... Мы всё-таки должны исполнить законодательство, которое на сегодняшний день гласит о том, что собаками должно заниматься специализированное предприятие. И никаких мер насильственного характера к животному применяться не должно. Вот в прошлом году было, кто знает, не знает, да, приехали у нас люди, которые... Белка и Стрелка – такое есть предприятие, которое ликвидирует бродячих собак, вот, свободно гуляющих. И этим людям взяли просто на новой машине, совершенно новая машина, разрезали колёса, разрезали тент. То есть, вы знаете, вот две стороны одной медали, да, с одной стороны людей просто терроризируют эти собаки, а с другой стороны вот есть хвостики такие, да, организация, которая буквально по пятам ходит и выискивает те нарушения, которые допускаются. Организация по отлову животных регулярно приезжает в наш район, но количество отловленных собак небольшое, ведь хозяева могут вернуть собаку обратно, а потом снова выпускают на улицу. И даже штрафом нерадивого хозяина напугать не получится. Волнует жителей и вопрос мусора на улицах райцентра. Сразу несколько вопросов от жителей прозвучало на сходе о том, что мусор не убирают. Ответ простой, с таким количеством выброшенного хлама справиться очень сложно. Мы установили баки для сбора мусора, установили баки для сбора мусора, для того, чтобы мусор из автомобилей выбрасывали, там, ну, лёгкий мусор, потащили совсем ближе лежащих домов, это во-первых. Во-вторых, строительный мусор с тележки подъезжают люди и прямо в бак перекладывают. С огородом. Вот достали, что есть в огородах, туда тоже самое запихали. Вот так накажите этих людей, вот раз поймайте, накажите, покажите по телевизору, тогда другим будет это неповадно. Вот смотрите, с 2016 года вступил в силу 458-й федеральный закон, который, вот могу повторить ещё раз, но не обратил внимания, который у нас убрал ту функцию, которую мы сегодня выполняем, сбор и вывоз бытовых отходов. Почему? Потому что это федеральный закон, будет создано специальные предприятия, которые будут этим заниматься. Согласно 404-го федерального закона сейчас идёт переходный период, в котором нас, как сельсовет, через прокуратуру депутаты приняли решение и убрали всё финансирование. Поэтому тот мусор, который мы сегодня вывозим, я ещё не знаю, как мы его будем закрывать. Сказать, что тема мусора была основной нотой этого схода граждан. И все, как один, согласны, что для мусора есть своё место на свалке. Но, к сожалению, эту проблему решить могут только сами жители, перестав мусорить там, где не следует. Стоит отметить, что на самом деле многие проблемы жителей можно было бы решить намного раньше, если обратиться в сельский совет или к своим депутатам заранее. Ведь именно благодаря конструктивному диалогу можно сделать жизнь в нашем селе комфортной. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Богучаны. В октовом зале районной администрации состоялись публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Богучанского района за 2015 год. Объявление о его проведении было дано заранее, и прийти ознакомиться с тем, как исполнен главный финансовый документ района, мог каждый желающий. С докладом выступила руководитель финансового управления Валентина Монахова. Выполнение бюджета района 2015 года составило по доходам более 91%, по расходам более 86%. Дефицит сократился на 73% в сравнении с плановыми показателями. Было отмечено, что все социальные обязательства выполнены в полном объёме. По окончании доклада каждый мог задать интересующие вопросы и услышать ответы. О судьбе нашего земляка Григория Мишутушкина мы уже рассказывали в наших программах неоднократно. Григорию 20 лет, 5 из которых он борется со страшной болезнью. У него саркома. Как только врачи удаляют её в одном месте, она возникает в другом. Сейчас Григорий находится в Москве, в онкологическом центре Нейровита. Проходит курс лучевой терапии. Лечение платное, и поэтому все, кто неравнодушен к судьбе нашего земляка, могут оказать помощь. На сайте фонда добродвадцать четыре точка ру есть персональная страница Гриши Мишутушкина. Внизу страницы находится кнопка «Пожертвовать», которая позволит осуществить вам пожертвования любым удобным для вас способом, включая банковские карты, виза и мастер-карт, мобильные и онлайн-платежи. Не оставим в беде нашего земляка. Непривычный для нашего района самолет приземлился накануне в аэропорту Богучаны. Компания AeroGeo провела технический рейс самолета «Ганновер», который совсем недавно пополнил парк летательных аппаратов компании. Для чего нужен был этот рейс, смотрите в нашем сюжете. Издалека шум двигателя этого самолета практически не слышен и создается впечатление, что он просто парит сам в воздухе. Круг над Богучанами для захода на взлетно-посадочную полосу и само касание шасси проходит почти полное в тишине для наблюдателей. Этот самолет встречают представители компании AeroGeo. Именно для них выполняется этот технический рейс, для того, чтобы пилоты смогли привыкнуть и к самолету, и к маршруту. Крейсерская скорость самолета 270 км в час, расход 230 кг в час, заправка тонна 200 без малого, дальность полета 1000 км. Минимальная полоса для этого самолета составляет 700 метров длина полосы. Именно этим он и хорош, характеристиками взлетно-посадочными. Этот самолет можно поставить на поплавки, и тогда он сможет сесть даже на болото. Вместимость 19 человек. Комфортный салон позволит долететь с удовольствием в любую точку нашего края. Для начала эти машины будут использоваться для частных перевозок и чартерных рейсов. Но, возможно, в недалеком будущем компания наладит регулярный пассажирский маршрут. «Перспектива есть. Если пассажиры будут летать на таком самолете, значит, будут выполняться пассажирские рейсы». «Как часто он сюда будет прилетать?» «Все зависит от загрузки». «От загрузки. То есть заранее будут заказы?» «Заранее, да, да. Ну, сделай это сначала раз в день, потом через день, грубо говоря, или через два дня. Если пассажиропоток будет большой, значит, будет выполняться каждый день. Еще больше будет поток, значит, будет выполняться два рейса в день». Совсем недавно депутат Государственной Думы Раиса Кармазина задавала на прямой линии президенту вопрос о поддержке малых авиакомпаний. И президент отметил, что им будут помогать обязательно. Остается надеяться, что компания «Арагео» тоже получит такую поддержку, и тогда воздушная дорога «Богучан» и «Красноярск» откроется вновь. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяв, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Сейчас настало время рекламы, она будет короткой, не переключайтесь. Пассажирские перевозки «Экспресс-Диамант» отправляются ежедневно в 9.00, 15.00 и 20.00 от магазина «Диамант». Адрес переулок Андрея Толстых, 1. Звоните по телефону диспетчер 8-923-342-19-33, телефон доверия 8-950-970-44-79. «Финэксперт-24» – законное решение кредитных проблем, реальная помощь кредитным должникам, возврат страховок, оптимизация кредитов, списание долгов. Мы поможем вернуть ваши деньги, скинуть кредитную удавку, начать жизнь с чистого листа. Звоните 8-950-970-44-79. Внимание, внимание, уважаемые дети! 29 мая, 12 часов. На стадионе «Ангара» вас ожидают первый летний праздник. Приглашаются веселые, добрые и розоцветные дети. Можно взять с собой и родителей. Не пропустите! Праздник детства! Добро пожаловать! Электронные деньги сейчас используются практически везде, но без бумажных купюр обойтись все-таки невозможно. Для жителей микрорайона «Геофизика» снять с карты наличные деньги стало большой проблемой, ведь единственный банкомат теперь не работает. Подробности в рубрике «Обратная связь». Микрорайон «Геофизиков», хотя и считается частью «Богучан», на самом деле находится на приличном удалении от центра. И иной раз живущие здесь люди в само село без особой необходимости могут не выезжать. Здесь есть практически вся необходимая инфраструктура. Однако же, последнюю неделю жители микрорайона столкнулись с проблемой. Елена Пенягина уже давно привыкла пользоваться электронной картой, и вот тут для нее стала проблема с наличными деньгами. Вот получилось так даже сегодня. У меня заболела сестра, вызвали скорую. Мне нужно купить лекарства. В нашем аптеке только можно за наличку. Теперь, чтобы купить лекарства, я должна съездить в «Богучаны», снять деньги, а я работаю. А сестра у меня лежит больная. Какой выход из положения? Банкомат здесь установили в рамках зарплатного проекта для тех, кто работает в «Богучанской геофизической экспедиции». И постепенно им начали пользоваться все жители микрорайона. А это более тысячи человек. У нас закрывают офис экспедиции. Единственный банкомат, который был в нашем поселке, которым пользовались все бюджетники, пенсионеры, дети, студентам деньги переводили, получали пенсии, оплачивали какие-то услуги. У нас его забирают в Сбербанк. Мы остаемся без банкомата. И нам придется ездить теперь в «Богучаны», затрачивая в основном два часа, самая маленькая, и 40 рублей денег. То есть, если надо два раза в неделю деньги, то два раза поедешь. И, в общем, месяц это будет очень накладно для пенсионеров, особенно для бюджетников, в основном, которые теперь остаются работать в нашем поселке. Жители микрорайона уже написали коллективное письмо главе Богучанского района в надежде на то, что он сможет достучаться до руководства сберегательного банка, чтобы они рассмотрели возможность оставить банкомат в микрорайоне. О том, что удалось сделать, мы расскажем в наших следующих программах. Александр Мажеванов, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Сегодня, 27 мая, Всероссийский день библиотек. В России более 150 тысяч библиотек, и работают в них тысячи библиотекарей. Этот день по праву считается еще и профессиональным праздником. В Богучанской районе библиотеки имени Густава Дмитриевича Шилько сегодня собрались библиотекари с разных поселков района, чтобы принять участие в конкурсе профессионального мастерства. Среди зрителей была и наш корреспондент Евгения Шамренко. Море цветов, улыбок и праздничное настроение всех собравшихся в Центральной районной библиотеке на праздничную программу, посвященную профессиональному празднику библиотекарей «Общероссийскому дню библиотек». Поздравить всех библиотекарей с этим днем пришли руководители, читатели и друзья. Позвольте от имени главы района Александра Владимировича Ростина, от Управления культуры поздравить вас всех с профессиональным праздником. Поздравить не только коллег, но и тех, кто любит книгу, кто постоянно здесь, в наших библиотеках, в библиотеках района. Если есть такой праздник в календаре, значит, вы нужны. В библиотеке всегда идет насыщенная жизнь. Здесь, помимо основной работы, проходит масса мероприятий, в которых принимают участие большое количество читателей. В сегодняшнем мире, когда издаётся большое количество книг, конечно же, важно, чтобы профессиональный библиотекарь помог читателю выбрать то произведение, которое бы он желал, ответить на те вопросы, которые у него возникают. И сегодняшний праздник – это ещё и признание важности данной профессии. От имени Юрия Александровича Ефимова и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником, искренне поздравляю с профессиональным праздником. В этот день звучало много поздравлений и пожеланий библиотекарям, но основной частью программы стал конкурс профессионального мастерства. В нём приняли участие как библиотекари с большим опытом, так и те, кто ещё в начале прекрасного пути. «Библиотекарь не доверяет, ведь у нас один за всех и все за одного». Я нацелена к победе, чтобы нашей первой леди не пришлось до нас краснеть. Я хочу сегодня подарить вам сердце своего частичку, теплоту души, свою улыбку, своей жизнью с вами поделиться. Конкурс проходил в несколько этапов. Участников предстояло рассказать о себе, о своей библиотеке и показать своё профессиональное мастерство, то, что входит в повседневные обязанности. Я могу назвать себя счастливым человеком. У меня семья, замечательные два сына, что немаловажно, любимая работа. Ведь я детский библиотекарь. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом своего счастья. Участники рассказывали о себе, своём отношении к профессии с такой любовью, что не было сомнений в правильности сделанного ими выбора профессии. Светлана Кудряшова работает в Пинчукской библиотеке 33 года. С большим теплом к ней относятся все от мала до велика. Невозможно всё рассказать, если речь заходит о мероприятиях и о библиотеках. Остаётся только петь. Раньше такой социальный день, рестагрегатор, многое в другой интернете. Самая модная библиотека. Я с большим удовольствием принимаю участие в этом конкурсе. Конечно же, мне, несмотря на то, что 17 лет работаю уже библиотекарем, мне так же волнительно и страшно, можно сказать, и трясутся коленки. Но, тем не менее, я рада, что я приняла участие, готовилась. И думаю, что, в общем-то, я смотрелась не хуже других. И что ещё хочу сказать, я люблю свою работу. В результате конкурса жюри подвело итоги. Первое место заняла Анна Сгибнева, библиотекарь Центральной библиотеки. Приз зрительских симпатий получила Евгения Логинова, заведующая Ангарской библиотекой. Евгения Шамренко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» «Богучаны». Богучанская детская хоккейная команда «Автомобилист» впервые побывала в Красноярске в Ледовом дворце, где сыграла с Красноярской детской хоккейной командой «Сокол». Такой подарок детям сделали родители вместе с тренером, которые убеждены, что полученный опыт будет для ребят мощным стимулом для высоких стремлений и достижений в хоккее. То, как дети восприняли эту поездку, произошло все ожидания организаторов. Мальчишки были в восторге. Своими впечатлениями и планами они поделились с нашим корреспондентом. Лето для хоккейной команды совсем не означает отдых. Наоборот, благодаря каникулам больше свободного времени для активных тренировок. Сейчас ребята занимаются с еще большими стараниями. Чем раньше и неудивительно, ведь теперь им есть к чему стремиться. Мальчишки вернулись из Красноярска, где тренировались в Ледовом дворце, играли с хоккейной детской командой «Сокол». Красноярские ребята пробыли несколько дней в сопровождении родителей. Большое впечатление, признаются мальчишки, оказал сам Лед. Он очень скользкий и ровный. И большие помещения, где все и все кажутся очень маленькими. Ну, мне очень понравилось играть с городскими хоккеистами. У меня было впечатление, что наш Лед такой не очень скользкий, как у них в городе. Ребята воодушевились после увиденного. К тренировкам стали относиться серьезнее. У меня есть мечта, когда я вырасту, поехать в Америку, играть за какой-нибудь клуб американский. Играть за него. И мы решили, всей командой, что когда будет прямая линия с Владимиром Путиным, мы попросим у него, чтобы он сделал закрытый каток, чтобы мы играли так же, как «Сокол». Организаторы и родители постарались, чтобы вся поездка была насыщенной. Помимо Ледового дворца и тренировок, побывали ребята на конезаводе, в бассейне, на других экскурсиях. И самим родителям понравилось. Сделано было вообще замечательно. Дети были настолько довольны. Представляете, крытый лед, полноценные размеры льда. То есть не то, что вот у нас коробочка, а во-вторых, общение с городскими ребятами, со сверстниками. Они очень были довольны. Прямо вот безумно. Такое надо делать очень чаще. Самое главное, отмечает тренер команды Ивана Зарнин, чтобы ребята стремились к спортивному успеху, старательно тренировались. А такие поездки можно тогда будет сделать традиционными. Так называется матч. Выставочный, выставочный показательный, чтобы посмотреть, как играют сверстники, и такие же, которые занимаются в «Соколе» с опытными тренерами. Показать себя, что мы в сельской местности занимаемся. У нас условия, мягко выражаясь, чуть похуже, но мы, в принципе, не так уж много от них отличались. В богучанскую детскую команду могут прийти все желающие. Главное, чтобы было желание учиться играть. Каждый когда-то сделал этот первый шаг. Меня привел сюда деда. Я начал ходить с другого лета. Я больше люблю быть на воротах, стоять на воротах, ну и маленькое нападение. Впереди самые длинные летние каникулы. Для тех, у кого уже есть мечта, это возможность ее приблизить. А для других – сделать первый шаг к чему-то новому. Возможно, это будет спорт. Евгения Шамринко, Сергей Бегиш, телекомпания «Спектр» Осталось меньше недели до первого официального летнего дня. Это время в календаре отмечено так же, как День защиты детей. Вот уже много лет подряд местное отделение партии «Единая Россия» проводит в этот день большое мероприятие. И этот год не станет исключением. 29 мая праздничная программа, посвященная Дню защиты детей, пройдет на стадионе «Ангара», Куда приглашаются все желающие. 29 мая уже третий год в районном центре на стадионе будет проходить хорошее мероприятие. Карнавал детства, посвященный Дню защиты детей. Это мероприятие третий год инициируется местным отделением партии «Единая Россия». Для ребят будет представлен огромный диапазон интересных занятий и увлечений. Это и батуты, это и различные интерактивные площадки. Для мамочек с колясками конкурс на лучшую коляску. Мы определим призы для наших малышей. И, конечно же, будет очень много интересных сюрпризов, но говорить мне не хочется пока. Еще хочу остановиться на том, что будет проходить акция. И она уже проходит под названием «Подари игрушку, книгу своему другу». Дорогие ребята и уважаемые родители, убедительная просьба. Если у вас дома есть лишние игрушки, лишние книги, приносите, пожалуйста, в районную детскую библиотеку. И на праздники мы все эти книги, все игрушки выставим, выложим. И дети смогут любой ребенок из любого поселка взять понравившуюся с собой игрушку или книгу себе на память навсегда. Таким образом мы произведем взаимообмен игрушками и книгами среди ребят. То есть это воспитывает доброту друг к другу. Я надеюсь, что настроение будет у всех замечательное, праздничное. Вам всем это понравится. Приглашаем и детей, и взрослых, и мам с колясками, и бабушек, и дедушек на замечательный этот праздник. И это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Все наши выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте tv-10.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Приглашаем за рассадой капусты. Цена 13 рублей. Наш адрес. Село Богучаны, переулок Маяковского, дом 30, квартира 1. Возле магазина «Березка». Телефон 8902-975-9930. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Казахстан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА